Всем привет, друзья! С вами Кахсидарумзи и добро пожаловать в Brawl Stars! И сегодня будет очень важный ролик, потому что у нас с вами есть три темы для разговора. Во-первых, вышли два новых гаджета на Бия и на Дерила, и я обязательно сегодня их получу. Во-вторых, друзья, уже завтра стартует хэллоуинское испытание, где можно бесплатно получить скин на розу. И в-третьих, ребят, и самое главное, это новые цены в магазине. Это просто жесть! Но перед началом у меня огромная просьба. Каждому из вас прямо сейчас поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. А также, друзья, не забывайте, если вы хотите принимать участие во всех конкурсах на моем канале, или просто меня поддержать, заходите в магазин и вводите код автора Робзи. Итак, ребят, что я хотел сказать. Два новых гаджета на Бия и на Дерила. Если зайти в магазин, то можно сразу увидеть, что вот этот гаджет на Бия продается за тысячу золота. Конечно же, я его куплю. Я не буду мучаться выбивать. А вот на Дерила немножечко придется попотеть. Хотя, в принципе-то сказать, не сильно это придется и потеть, потому что ящиков у меня много. Можно просто пойти и забрать награды с прошлого сезона. Просто собрать ящики. Надеюсь... Надеюсь, я выбью очень быстро. 30 ящиков есть. Давайте открываем. Я надеюсь, что не придется тратить кучу ящиков, потому что меня ждут в любом случае в скором будущем. Да, у нас будут новые сезоны, новые бравлеры. А, все. Буквально 5 ящиков и гаджет Дерила есть. Бочка со смолой. Все. Получается, два новых гаджета сегодня вышло. Два новых гаджета я уже выбил. В принципе-то, что тут говорить. Гаджеты есть. Больше париться не нужно. Естественно, я выбираю самый имбовый гаджет, который только можно было придумать. Я уже показывал. Это просто пушечка. Если вдруг вы не знаете, что это за гаджет, напомню, ребят. Это имбище имбовое невероятное. Очень жесткое. Почему? Просто посмотрите. Просто... Зачем здесь просто какие-то объяснения? Вы идете. Вам нужно кого-то убить. Не важно, стены. Не стены. Кусты, преграды, реки, озера. Включаете гаджет и происходит вот такая молотилка. 11 тысяч урона в секунду по мобам. Вы понимаете? Какая это жесть. В общем, это новый гаджет на Био, если не в курсе. И также новый гаджет на Дерила, который замедляет все вокруг Дерила на протяжении 4 секунд, если я не ошибаюсь. В общем, два гаджета есть. Следующая тема для разговора с сегодняшнего дня. Мы еще поиграем сегодня за Био, естественно. Хэллоунское испытание. Готовься. Хэллоунское испытание не за горами. За победу в 12 боях ты получишь бесплатный скин. Хэллоунская роза и набор уникальных значков. Играй с друзьями или используй функцию поиска команды. Чтобы повысить свои шансы на успех. И помни, испытание продлится всего 48 часов. Значит так. Испытание начинается в 11 на 0 по МСК в субботу. И будет длиться, получается, до утра понедельника. Ну, неплохо. Я думаю, что все, кто захотят пройти, они его пройдут. У кого-то получится, у кого-то не получится. Я, конечно, буду проходить со кланами, постараться максимально. Потому что я не хочу покупать Хэллоунскую розу. Я хочу получить ее бесплатно. Плюс еще набор уникальных значков. Ну, это же круто. И, друзья, самая главная тема сегодняшнего ролика, о чем я хотел поговорить, это новые цены в магазине. Сразу говорю, если вы владелец андроида, если у вас телефон, планшет на андроиде, вы этого не заметили. А знаете, кто заметил? У тех, у кого айпады, у кого эпл телефоны. Вот те, ребята, прочувствуют максимально. Вы только посмотрите на эти цены. Сразу скажу, что компания Бравл Старс, точнее Суперселл, здесь не виновата. Я объясню, почему и почему так произошло. В общем, компания Эппл, не Суперселл, компания Эппл, в своем магазине установила курс доллара. Он сейчас сколько там? 77, 78. Они установили 100 рублей, понимаете? И поэтому все цены в магазинах Эппла повысились автоматически. Ну или, конечно же, разработчики игр просто взяли и подняли цены. Потому что курс, курс сам не позволяет делать ниже. Вы посмотрите на эти цены. 30 гемасов осталось только же. 179 рублей. 80 гемов стоит 449 рублей. Если вы зайдете на Андроид в это же время, то у вас будет стоить 379. Дальше. На Андроиде 749, здесь 899. Ладно, давайте мы взглянем на самый крайний. Вот этот ящик. 2000 гемов. 9490 рублей. Что? 9490 рублей, вы понимаете? Это уже не 100 долларов. Это 100 евро. Если вы зайдете на Андроид, то цена там будет не 9490, а 7490. То есть, если вдруг вы себе недавно купили планшет, айпад или телефон. И вы собираетесь закинуть себе 2000 гемов на аккаунт, ребят. Найдите свой старый телефон. Зайдите, закиньте, а потом уже тратьте. Потому что вы сэкономите 2000 рублей. 7490 или 9490. Да, в принципе, зачем я буду вам рассказывать? Я просто сейчас, в эту же секунду, зайду на свой аккаунт со своего телефона, который на Андроиде. Итак, друзья, включена запись с телефона. Теперь я на своем же аккаунте, только на своем телефоне. Не с планшета. Да, это он сделал с планшета. Захожу в магазин и посмотрите. Даже акция дешевле здесь стоит. Вы посмотрите на эти цены. Вот. 7390 за 2000 гемов. Боже мой, за 80 гемов там у нас сколько было? Если я не ошибаюсь. 449 рублей. Здесь 379 рублей. Боже. Почти 100 рублей. Экономия. Если буквально за 80 гемов. Капец. Хорошо, что я реально это заметил. И если я буду донатить, конечно же, я буду заходить на Андроид. Там закидывать. А потом уже заходить и играть с айпада. Да, с айпада удобно играть. Я уже привык. Мне намного удобнее, чем с телефона или откуда-либо. Но цены. Это просто жесть. Да, ребята. Обязательно вводите код Робзи. В любом случае. Где бы вы не донатили. Но на Андроиде покупать выгоднее сейчас. Это мой вам совет. Вот честно. Вы можете сэкономить себе просто деньги, если собирались донатить на Новый Год, на праздники. Хотели себя порадовать каким-то бравлером. Либо собирались купить себе Амбер за 700 гемасов. Ребят. Вот. Вот. Заходите на Андроид. Попросите там у мамы, у папы. Если у кого-то есть. Просто зайдите с другого устройства и купите себе. Только никому не давайте свой аккаунт. Никому не передавайте свой аккаунт. Уведут, украдут. И передача аккаунтов запрещена, ребят. Поэтому, вот, вот, сами лично заходите, покупайте. А потом уже заходите на свои Apple штуки. Но это просто жесть. Это полный трэш. Как говорится, купил себе Apple, страдай. Купил себе яблочко, плати еще больше. То есть, получается, пользователь яблочек платит еще больше. Блин, ну, с одной стороны, это ржак, а с другой стороны, ну, серьезно, это немножко обидно. Ну, не честно. Конечно, нет. Я не говорю сейчас компанию, которая держит Google, Android, да, которая в Play Market и цены выставляет. Я не говорю, что нужно тоже повышать цены. Потому что нет, 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 пожалуйста, не делайте этого. Не нужно. Даже, видите, здесь акция стоит на 100 рублей. Больше, чем на 100 рублей дороже. Потому что сейчас он зашел на iPad. Ладно. Меньше дела, больше слов. Точнее, наоборот. Ну, вы поняли. Я хочу сыграть. Я хочу сыграть за Беа. Конечно, не очень удачная карта. Потому что здесь много кустов, много поворотов. Хотя, с моим гаджетом давнет. Гаджет здесь сильно и не поможет, в принципе, понимаете. То есть, я сейчас стану, меня будет сейчас ворон косать. Да, он сейчас пойдет забирать мой ящичек, естественно. Ему захочется его забрать. Или он не захочет его забрать. Так. Вот так вот. Как тебе, ворон? Забрал мой ящик. Ну, блин, ворон, конечно, против Беа. Это такое себе веселье. Так, смотрите. Дэрил прик... О, нифига себе. Дэрил там просто взял и развалил Пайпер. А, уже 4 бойца осталось? Ну, в принципе, неплохо. Мне такое нравится. 4 бойца осталось. Дэрил пятибаночный. Так. Дэрил, ну, извини, пожалуйста. Но ты умираешь. Щит, конечно, убей и просто спасает. Там у нас кто? Там у нас... О, там у нас Пока. Там у нас Пока. Он пытается фармить ящички? Ну, давай. У меня есть замедялочка, если что, Пока. Ты в курсе? Ну, пока. А, я забыл. Я же хотел гаджет протестить. А, ребят, извините. Извините, я хотел гаджет протестить. Я забыл про гаджет, что нужно его включить вообще. В принципе, да, нужно было протестить. Я просто играл на победу. Я играл не на гаджет. Если сейчас буду просто использовать гаджет, скорее всего, я проиграю. Вот в чем дело. Вот в чем проблема. То есть, тут беда заключается в следующем. Если я буду использовать гаджет, я скорее его сейчас продую. Ладно. Я использую гаджет на ящиках. Вот так. Смотрите, что мы делаем. Оп. Там у нас еще спайк. Смотрите, ящики немножко я подбил. Так, тихо, Шелли. А я уже попал в кого-то, да, получается? Ах ты ж гадина. Ах ты ж гадина. Нужно заходить в центр. Нужно заходить в центр и фармить ящики дальше. Так. Надеюсь, спайк не пойдет сюда. А, что нормально? Слушайте, я три банки если нафармил. Девять бойцов еще осталось. Шелли пошла убивать кого? Шелли пошла убивать... Нет, 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 нет. Блин, плохо. У Шелли есть ульт. У Шелли есть ульт. У меня ульта нет. Это не очень хорошо. Так, куда пошла? Главное, Шелли не подпусти к себе. Все, я занял центр. Мне туман не страшен. Пускай все идут ко мне. Но, с другой стороны, это не очень хорошая позиция. Смотрите, они уже тимятся. Ребят, не, скажем так, не ругайте меня сильно. Я не люблю тиммеров. Я, возможно, и многие из моих подписчиков тиммеры, но я люблю играть. То есть, если это соло ШД, я люблю играть соло ШД. То есть, я должен рассчитывать, что все зависит только от меня. Вот, смотрите. Мы играем на 520 кубков. Ну, вы серьезно? Ну, вы серьезно? Зачем? Зачем? Зачем вы тимитесь? Ну, это ж неинтересно. Ну, это ж максимально неинтересно. Играйте нормально, божечки ты мой. Так. Вот так вот. Ну, это было в крысу. Да, согласны. Так, давай. И теперь, смотри, что делаем. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Немножко продымажили. Да вы что, все затимили, что ли? Капец, там одни шели. Они еще затимились. А, ну все, я отошел. Я отхожу. Нет-нет-нет, Макс. Я с тобой не дружу. А мне щит сбили или нет? Я не помню. Так. Так, хорошо. Хорошо. Отстань. Отстань. Меня сейчас убьют. Нет! Нет! Ненавижу тиммеров. Нет! Ну вы понимаете, да. Ну, 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 ненавижу я вас. Вот серьезно. Зачем? 539 кубков. Играйте, играйте, пожалуйста, сами. Зачем вы тимитесь? Зачем вы руините игру другим? Капец. Ладно, ну, я начну сейчас гореть, потому что я могу много рассказывать про тиммеры, как я их не люблю. Но, в общем, мы обсудили с вами темы. Этот имбовый гаджет, согласитесь, он очень крутой. Вы видели, сколько урона наношу. Если играть где-то в 3х3, это вообще просто жесть. В общем, ребят, на этом заканчиваю. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик. Выбирайте все уведомления. И не забывайте вводить код автора Робзи. Расскажите всем об этом. Ладно. Всем пока. Всем удачи. Увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok